А сейчас, Брюс, посмотри в объектив камеры и назови своё имя, возраст и место рождения. Моё имя Ли. Брюс Ли. Я родился в Сан-Франциско. Сейчас мне 24 года. И ты работал в кинематографе Гонконга? Да, с шести лет. И когда ты уехал из Гонконга? В 1959 году, когда мне было 19. Хорошо, а теперь смотри на меня, когда говоришь. Я понимаю, что у тебя недавно родился сын, и последние дни ты немного не спал. Три ночи. А скажи, как снимаются фильмы в Гонконге? Ну, фильмы обычно начинают снимать очень рано, потому что Гонконг довольно-таки шумный город. Около трёх миллионов жителей. Поэтому съёмки начинаются обычно рано утром. Около пяти утра. Ты поступил в колледж в Соединённых Штатах? Да. Что ты там изучал? Философию. Сегодня ты мне сказал, что каратэ и джиу-джитсу не являются самыми сильными или самыми лучшими восточными видами борьбы. А какой вид является лучшим? Нехорошо говорить лучшим, но, по моему мнению, кунг-фу – отличная система. Вы не могли бы рассказать о кунг-фу? Родина кунг-фу – Китай. Это предшественник каратэ и джиу-джитсу. Этот вид борьбы более подвижен. В нём больше текучесть, длительность движений. Вместо одного движения – два движения и остановка. В одном из показательных выступлений кунг-фу ты приводил в пример свойства воды. Расскажи нам об этом. Принципы кунг-фу можно сравнить с природой воды. Вода как бы несущественна. Она способна проникать сквозь самые твёрдые камни, даже сквозь гранит. Но в то же время она очень иллюзорна. Вода – самая мягкая субстанция. Ты не можешь ударить её или ухватить. Ты не можешь причинить ей боль или завладеть ею. Каждый мастер кунг-фу стремится к этому – стать гибким, как вода. Приспособиться к противнику. А какое различие между ударами кунг-фу и каратэ? Удар в каратэ подобен удару железным ломом. Удар в кунг-фу можно сравнить с железной цепью, на конце которой находится железный шар. Он поражает изнутри. Ясно. Мы сейчас ставим вторую плёнку, и не мог бы ты нам показать небольшое шоу с использованием кунг-фу? Хорошо. Хорошо. Теперь смотри прямо в камеру, Брюс. Теперь поверни голову слегка налево. В профиль. Теперь в другую сторону. Теперь снова в камеру. Не мог бы ты нам показать классических персонажей китайской истории? Классических китайских персонажей? Классические персонажи китайской оперы – это воин и учёный. Классические персонажи китайской оперы – это воин и учёный. А сейчас покажи нам некоторые приёмы кунг-фу. Это не просто сделать без партнёра, но я попробую. Может, мы найдём тебе добровольца? Да, было бы неплохо. Обычно без жертв не обходится. Существует много видов боёв. Всё зависит от того, куда вы направляете удары и какое оружие используете. В глаза вы будете бить пальцами. Не бойтесь. А вот как нужно бить по лицу. Давайте мы вас слегка повернём, чтобы это было лучше видно на камеру. Не могли бы вы быть немножко осторожней? Вы знаете, кунг-фу очень коварно, точь-в-точь, как китайцы. Удары наносятся вверх и сразу вниз. Не бойтесь. Это всего лишь естественные рефлексы. Верно. Но тот, кто провёл в тренировках многие годы, научился замещать эти человеческие реакции более полезными рефлексами. Удары наносятся и руками. Короткие выпады. И, конечно же, во время поединка используются ноги. Прямой удар в пах и круговой удар. И удар ногой в голову. Он выглядит немного испуганным. Парню нечего беспокоиться. А теперь покажите, пожалуйста, как настоящий мастер кунг-фу заканчивает поединок. Холодно кланяется и удаляется. Отлично. Ещё одна демонстрация, и мы закончим. Объясните мне разницу между джиу-джитсу с его длинными и плавными движениями и кунг-фу. Хорошо. Я думаю, вы уже знакомы с особенностями этих стилей по публикациям в журналах и книгах. Когда вас кто-то хватает, вы сначала должны сделать это, затем это, затем это и так далее, и так далее. Тысяча шагов, прежде чем сделать единственную вещь. Такие журналы могут научить вас бояться своих врагов и восхищаться своими друзьями. Но кунг-фу — это всегда быстрое действие. Если вас кто-то хватает, вы не делаете так много шагов. Вы наступите ему прямо на подъём ноги, и он вас отпустит. Это мы называем простотой. То же самое в нанесении ударов. Всё должно быть основано на минимуме движений, чтобы всё можно было выразить прямо. Одно движение — и он уйдёт. А делать это надо грациозно. Без «а», криков и прыганий на него. Но действовать надо. Пожалуйста, покажите нам что-нибудь ещё. Кунг-фу можно заниматься самостоятельно и с партнёром. Если вы занимаетесь один, можно отрабатывать различные стили. Например, аиста, обезьяны или богомола. Это стиль аиста. Я понимаю, что это не весь стиль, а одно из движений. Мне понравилось. Рад это слышать. Итак, стиль тигра. Большое вам спасибо.